МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди не могут добиться ремонта дорог и света у собственных подъездов. Установлен новый прожиточный минимум. На какую сумму должны жить пенсионеры региона? Штраф почти 4 миллиарда выставило Министерство природопользования спиртзаводу в Михайловском районе. Ранее здесь проводилась проверка состояния рек Керти и Амшанка, которые впадают в Пронское водохранилище. Взятые из воды пробы показали многократные превышения вредных веществ. В последнее время выбросы участились. Местные жители снова жалуются на белый цвет воды. И неприятный запах. По итогам расследования Министерство природопользования региона применило к ООО «Биофармкомбинату» сразу несколько санкций. Так, по части 1 статьи 8.14 предприятие должно приостановить свою деятельность на 90 суток, а также выплатить штраф в размере 3 миллиардов 788 миллионов 6 тысяч 217 рублей. На это юридическому лицу дается 60 дней, иначе дело передадут в суд. Николай Любимов высказался о коррупционном деле против директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого и советника мэра Александра Зайкина. Сообщение было опубликовано в социальной сети ВКонтакте. Он отметил, что информация о качестве детского питания в городе поступала давно и из самых разных источников. Власти отреагировали, уже проверили 30 учебных заведений. И на этом оперативные мероприятия не остановятся. Не исключено, что в деле появятся и новые имена. В сообщении сказано, что терпеть подобного Николай Любимов не собирается. И с проявлениями коррупции боролся и будет бороться беспощадно. Коррупционная цепочка будет раскрыта до конца и обязательно доведена до общественности. В конце сообщения губернатор обратился к тем, кто пришел на муниципальную и государственную службу ради наживы. Цитата. «Уходите, пока не поздно». Мост-дублер Солочинского моста построят в Рязани. И с такой инициативой выступил заместитель главы регионального министерства транспорта Валерий Еремин. Идея не нова, особо остро она встала во время ремонтных работ моста Черезаку. Как не повторить километровые пробки и дополнительно разгрузить одно из любимых направлений рязанцев, выяснил Валерий Седов. Мост Черезаку может появиться в районе села Льгова. Место, расположенное в низине, в районе 5 километров от города. Село Льгова относительно небольшое, практически по всей территории застроено домами. Так что найти хороший подъезд к реке Оке не так уж и просто. Что уж и говорить о строительстве целого моста. Помимо реки Оке, строить мост придется и через несколько озер. Общая протяженность его составит почти 4 километра. Для сравнения, мост на Солочио длиной чуть больше одного. Местные жители рассказали, что подъехать к реке из самого села сложно. Хороших мест можно сосчитать по пальцам одной руки. Да и дорога оставляет желать лучшего. По самому широкому проезду чаще всего ездили машины, груженные песком. Все остальные дороги расположены между жилыми домами. Валерий Еремин, заместитель главы регионального министерства транспорта, уточнил, что мост будет построен именно в районе села. То есть строительство вполне может быть и у Рубцова. Новость появилась 31 октября, но в сети уже нашлись несогласные с этим проектом. Я вот одного не пойму. Кто и как обосновал необходимость такого дорогущего проекта? Имеющийся мост с пропускной способностью 20 тысяч транспортных средств в каждом направлении в сутки и без ограничений по грузоподъемности. Противоположный от Рязани берег низменный и затевать там строительство весьма накладно. Намного логичнее и проще не пойму застраивать, а двигаться вдоль реки по высокому берегу и от реки в границах планируемого южного обхода Рязани. Мост в районе Льгова даст выход на тупиковое спасское направление, где увеличение трафика не ожидается в обозримом будущем. А для выхода на Клепиковскую дорогу придется капитально перестраивать участок от Мурмина до Шумыши. То есть затраты огромные, а эффект от таких вложений мизерный. Мнение водителей по выбору места строительства моста и его необходимости также оказалось неоднозначным. Со стороны села Льгова я, наверное, не думаю, что это целесообразно. Потому что Льгова тоже в этой стране находится. Если бы оно соединялось где-то со стороны Московского, то еще, может быть, было бы выгодно и удобно. А так я не думаю. В принципе, как вариант, конечно, лучше с городом соединить. Мне кажется, немножко поближе. Очень далековато. В принципе, весь поток здесь идет, а там кто будет ездить. Круг давать большой. Или где-нибудь около рыбного что-нибудь там мастерить. Заместитель главы регионального министерства транспорта уточнил, что будущее строительство – это проект очень дорогостоящий. Он отметил, что в настоящий момент ведется работа по привлечению федеральных средств. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Работу общественного транспорта в часы «Пик» оптимизирует. Для этого в Рязани проводят масштабный опрос, проверяют интенсивность пассажира потока, опрашивают жителей и следят за пунктуальностью водителей. В исследовании приняла участие и наша съемочная группа. А с каким проблемой вы сталкиваетесь? Может быть, плохие дороги, высокие цены, низкий рынок, комфорт? Нет. Изношенный факт транспорта. Да и это, в таком случае, фиг с ними. Народу много, двери не закрываются порой. Алексей приехал в Рязани из Пятигорска. Учится на инженеры технологии и машиностроения. Получать первый рабочий опыт решил в близкой сфере, которая, к тому же, будет полезна обществу. Он стал участником опроса о качестве общественного транспорта. На одну тему все вопросы. Наполненность транспорта, высокие степени взноса, например. То есть количество транспорта на маршруте. Ну, вот такие вот вопросы. Исследование Рязани в часы «Пик» проводит студия социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост». В нем задействовано более 300 интервьюеров. Планируют опросить более 5000 человек. Ответить на простые вопросы можно более чем на 500 остановках или на сайте «твоярязань.рф». Видите, сколько народ стоит. Вот даже сейчас ни в какую маршрутку не залезть. Утром, ну, тоже час пик. Если пораньше выйти за час до начала работы, да, приезжаем буквально за час. За час приезжаем на работу, сидим. Восемь утра уже на работе. После восьми уже не приехать. Вот так вот. А работать с девяти? Да. Объектом наблюдения стали 89 маршрутов общественного транспорта. Исследователи фиксируют время прибытия и количество пассажиров, которые входят и выходят на каждой остановке. Для достоверности ведут фотофиксацию и записывают госномер. Мы пешком ходим. Я езжу на тренировки и в час пик очень много людей в автобусах. Очень много. Так что сложно прорваться. Особенно, если это бабушки, которые пихаются и просто такие «отойдите, отойдите». Сегодня с коллегами вышла без машины на автобусную остановку и в шоке от того, сколько народу здесь. Что по ходу дела транспорта нету просто. Не знаю, почему так. Не знаю, вот стоим и радуемся, что есть время пообщаться. Такой подход к созданию удобного для жизни города используют в Европе. Рязань стала пилотной площадкой в России. Основная задача – снизить нагрузку на транспортную сеть города и повысить качество услуг, чтобы люди чаще отказывались от личного транспорта в пользу общественного. Это поможет снизить количество пробок и косвенно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Убитые дороги и ямы на каждом шагу. Жители поселков Качево и Мордасово почти 20 лет пытаются добиться ремонта дорожного полотна. В плохую погоду местные жители достают резиновые сапоги и фонарики. А вот скорая приезжать уже отказывается. Как живут люди, у которых нет ни дороги, ни магазина, выяснила наша съемочная группа. Здесь Рязань не заканчивается. Поселки Мордасово и Качево официально являются чертой города. Однако куски асфальта здесь можно пересчитать по пальцам одной руки. Проехать по этим колеям могут только местные жители. Остальные крадутся на свой страх и риск. Тот же километр, проезжаешь где-то 20 минут, едешь 15-20 минут, чтобы доехать километр пути. А в талаке тоже отказываются в связи с тем, что плохая дорога. Они говорят, к вам приехать, это надо за следом ремонтировать эти колеса. Ведь везде скорые приезжают, тоже говорят, что жалко больных людей. А ездить вот здесь по полю, потому что дорогу очень плохое. Первая и единственная дорога в поселке появилась в 90-е годы. Параллельно сделали круг под автобусную остановку, но маршрут до сих пор не пустили. Общественного транспорта в поселке нет. На большую землю местные жители могут попасть только на личных автомобилях или пешком. Нам трудно, мы ведь здесь вот ноги отказывают. И вот у меня, например, зрение уже плохое, я что-нибудь плохо вижу. А идешь, вот сопровождающую кого-нибудь, соседку найдешь, идешь. Но нам трудно здесь. Власти в помощи не отказывают. Много лет дорога стояла в плане, а год назад почему-то из него исчезла. Основные аргументы, которые слышат люди – отсутствие денег и сильная удаленность от центра. У нас письма есть, что будут думать. И все вот с 2000 года все думают и думают и думают. И вот в 2018 год. Собрали подписи коллективные по Качеву и по Мордасову на имя исполняющего глава администрации Карабасова Сергея Юрьевича. И через областную думу за подписью Евгения Семеновича Баранкина передали коллективное обращение с просьбой поставить нашу дорогу в план на следующий год. Потому что дальше тянуть уж невозможно. Мы вот ездили в Министерство нефтяной промышленности. Они сказали, у вас голый поле, вас веселили. И вот столбы возле нашего дома ставили, восковольтные. Ну мы подошли и говорим, ребят, ну вы что делаете? Они говорят, что у вас нету, у вас вот голое поле. Мы так и говорим, у нас вот, пожалуйста, схемы. Ветераны труда и войны, пенсионеры, дети, все они каждый день ходят по этой дороге за продуктами в школу или на кружки. Однако ни освещения, ни тротуара здесь нет. А ведь это единственная трасса, соединяющая Мордасово и Качево с остальной Рязанью. Я ехала с коляской, мы в поликлинику ехали. Проехала машина, то есть обрызгали нас ног до головы. Ребенка, коляску, и это не то, что даже водитель там виноват. Ну в какой-то степени может и виновата, да. Ну потому что ездить нельзя, объехать эти лужи невозможно вообще. Жители хотят только одного, чтобы их услышали. Они верят, что благодаря дороге смогут жить нормально. Ведь уже есть предварительная договоренность со школой в поселке Строитель об автобусе, который сможет возить детей туда и обратно. Да и автолавка со скорой обещали заезжать чаще. Галина Кудряшова, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Неосвещенные улицы и разбитые дороги, по которым страшно ходить в теноте. Жители поселка Ворские вечером боятся выходить на улицу, где ничего не излучает света. Подробности в сюжете Дина Исляевой. По этой дороге каждый вечер домой возвращаются школьники, которые учатся во вторую смену. И на ней нет ни одного фонаря. Тротуара тоже нет. Лужи можно увидеть разве что в свете фар. Но машины здесь ездят редко. Поэтому встречать детей многие жители ходят с фонарями. Поселок Ворские погрузился во тьму этой осенью. Люди обращались к главе, чтобы тот занялся вопросами уличного освещения. Но решения так и не дождались. Мне кажется, это бесполезно. Он говорит, что очень много фонарей у нас повесили. Но где они, не знаю. Вот там вот два фонаря ставят подряд. А тут на повороте он постоянно не горит. Александра Александровна приехала в Ворские 30 лет назад. Так и осталась в поселке. Преподавала в местном техникуме. Отдала своей профессии большую часть жизни. Ей здесь нравилось недалеко от Рязани и в то же время комфортно жить. Однако в последнее время приходится наблюдать за тем, как поселок приходит в упадок. И с детьми люди идут вечером поздно. И с остановки, и с конца, и с движения через каждую часть идет автобус. А идем в темноте, грязь, сырость, в лужу попал, в яму попал. Много слабо. Смотри, какая дорога у нас. Очень страшно. Движения, машины ездят. Даже в Рязанске очень много машин здесь ездит. Мы не знаем, даже люди, кто проезжает, собьют. И даже не знают, что это собьет. Плохое освещение – не единственная проблема ворских. Плохо ходит транспорт в Рязани, попасть на прием к врачу – масса коммунальных проблем. А люди уже не знают, кому писать, потому что большинство их обращений остаются без ответа. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области закрыли подпольный спиртзавод. Алкоголь без лицензии и маркировки производили в деревне Протасово. Там обнаружили около 500 литров спиртосодержащей жидкости, более 60 тысяч бутылок нелегального алкоголя, различных видов и наименований, полуавтоматическую ручную линию разлива, а также обширный емкостной парк. Основное оборудование, сырье и готовую продукцию арестовали. В Рязани установили прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Его размер составил 8 568 рублей. Это на 75 рублей больше, чем в прошлом году. Наша съемочная группа выяснила, можно ли прожить на эти деньги и что составляют основные статьи расходов. Прожиточный минимум – это величина дохода, от которой зависит материальный уровень жизни человека. У него входит стоимость основной потребительской корзины, а также ежемесячные платежи и сборы. С 1 января 2019 года для пенсионеров он составит 8 568 рублей. Величина относится только к неработающим людям. Стоит отметить, что это не те деньги, которые человек получает на руки, а суммы трех величин – пенсии, льгот и наличие инвалидности. Если их сумма меньше прожиточного минимума, то из федерального бюджета выплатят разницу. По большей мере это получатели пенсии по случаю потери кормильца. Это несовершеннолетние дети, так называемые ждивенцы, или совершеннолетние дети, которые обучаются, имеют право получать социальную или страховую пенсию по случаю потерь кормильца. И в большей мере их пенсии доводятся до уровня федеральной социальной доплаты региона. В прожиточный минимум входят продукты, средства личной гигиены, коммунальные услуги, верхняя и повседневная одежда, обувь и другое. При этом в расчет берутся самые дешевые материалы, а их объем часто не соответствует действительности. Для примера возьмем транспортные расходы. В прожиточный минимум заложена стоимость 150 поездок в год. Эту сумму нужно разделить на 12 месяцев и еще на 2, ведь нужно доехать до места и вернуться обратно. Получаем всего 6 поездок в месяц. Интересен и другой пункт – медицинские препараты. В прожиточный минимум заложены только 5 упаковок бинтов, 5 килограмм ватты, 5 упаковок валидола или валерьянки, 2 флакона антисептика, витамины и препараты от ОРВИ. Остальное не предусмотрено. Лекарства покупаем, которые действительно нужны. Врачи назначают, конечно, иногда такие цены, там лекарства очень дорогие. Иногда даже стараешься что-то основное, что именно эффективное купить, а уже не все подряд, потому что иногда не позволяет просто-напросто в финансовом отношении. Лекарства очень много покупаю. У меня операция была в глазу, глазные капли очень дорогие. Ну, в пределах, знаете, сколько, две, ну, около трех тысяч уходит на лекарства, если по-хорошему. Для мозгового кровообращения лекарства очень дорогие. Как правило, это за тысячу. Стоит отметить, что пенсионный фонд является лишь исполнителем, а расчетом и установлением прожиточного минимума занимается Министерство труда Рязанской области. Ранее это относилось к полномочиям регионального правительства. В 2019 году сумма минимума выросла на 75 рублей. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новая партия вакцины от гриппа поступила в Рязанскую область. Стоит отметить, что прививки сделали более половины жителей региона, которые подлежат вакцинации. О том, как в поликлиниках прививают самых маленьких пациентов, в сюжете Дины Исляевой. Дышим глубоко. Молодец. Вакцинация в шестой детской поликлинике началась в сентябре. Использовано уже 4,5 тысячи доз. Сейчас пришла вторая партия вакцины с Вигрипп. Мария решила свою трехлетнюю дочку Галю не прививать. Пока только осмотр у врача, потому что ребенок болеет. Со стороны медицины, да, наверное, чтобы мутет был крепче. Но когда начитаешь с историей про то, как дети попадают в больницу с температурой и ужасным состоянием, то не хочется ничем ребенка колоть. Вообще просто вот народные средства – чеснок, лук, но никаких прививок. Сейчас у нас ангина, но вообще мы все хорошо без прививок обходимся. То есть у нас крепкий иммунитет, поэтому все болезни проходят у нас отлично. А сами прививаете сельфоникам? Приходится. Не люблю, но приходится. Артему 5 лет и мама от вакцинации никогда не отказывается. Считает, это спасает от осложнений. Мы каждый год прививаемся. Нам это помогает меньше болеть. И до тяжелых гриппов мы никогда не доходили. Сюда вылечивались спокойно и без всяких утверждений. Не боишься прививки делать? Боюсь. Боишься? Но терпишь? Люблю. По данным регионального Минздрава, сейчас эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям остается стабильной. Уровень заболеваемости на 22% ниже порогового значения по области и почти на 10% Рязани. Грипп – это очень серьезное заболевание, тяжелое заболевание. Это заболевание, которое опасно еще и своими последствиями. Когда мы провиваем против гриппа, значит, заболевание резко снижается. И если раньше мы регистрировали много случаев гриппа, то теперь это единичные случаи. В основном, эти единичные случаи у детей, в данном случае детское население, те, которые не прививались или отказывались от прививки. Грипп у детей протекает тяжелее, чем у взрослых. Как правило, маленьких пациентов увозят в больницу с интоксикацией высокой температурой. Прививка, сделанная вовремя, практически единственный способ избежать таких последствий, уверяют медики. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин